всем привет с вами черной выпуск подкаста frontend weekend его бессменный ведущий андрей смирнов и сегодня у меня в гостях артем кабзарь софтвер инженер в компании и преподаватель javascript ninja артем привет привет я по привычке теперь в последнее время прошу своих гостей для начала буквально в паре фраз нескольких рассказать о том чем они могут быть известны моей аудитории как ты думаешь чем ты может быть известно ну наверное прежде всего это курсы на javascript ninja второе это пара стримов было у меня таких прям линий стримов целых серий вроде вот как я писал свой статик тайпчекер вебинар по повиму и наверно выступление на харьков js про функциональщину наверно все не могу не начать с вопроса который меня очень долго интересовал я когда брал интервью или климова я как раз мы заговорили ты слушал этот выпуск наверное нет отлично тогда будет еще интересен мы с ним говорили про то как он к себе набирал людей и он как раз рассказал историю про то что вот ты к нему пришел и рассказал ему абсолютно там какую-то написал дичь на ассемблере было в общем я пришел у меня было практическое задание курсовой да на как же крупно за вас по моему системное программирование но это не точно и фишка была в том что я решил просто взять и сделать inline ассемблер в но джессе вот и сделал просто через вот эти вот рау стринги что ты пишешь ассемблер делаешь именно такие вставки из javascript а и он потом исполняется как обычно компе компилируется сначала а потом исполняется как ассемблер да то есть это правда да я рассказывал что как раз вот на это посмотрел и понял что ты тот чувак который ему нужен вопрос мой очень простой зачем в принципе вот ты вот это сделал какой в этом был прикладный смысл зачем ты делаешь такие дикие вещи ну тут на самом деле как первое это про образование то есть интересно посмотреть как допустим те же inline ассемблер реализованы все плюс плюс и ты смотришь и пытаешься сделать нечто свое то есть первое это образовательное направление второе ну наверное опять таки ты пытаешься что-то придумать потому что но у нас как это в мире программирования много чего есть и те просто иногда приходит дичь ты думаешь ха классно это реализовать я помню допустим что вот эти ассемблерные вставки мне пришло в голову когда я увидел доклад про то как в embedded system используют но джесс я подумал ну то есть было бы прикольно если была возможность в том же но джессе вызывать ассемблерные вставки вы что ну ты работаешь с embedded и тебе напрямую все равно нужно обращаться к регистрам и будут какие-то все равно нативные модули и вот прикольно что у тебя не было нативных модулей а ты сразу прям джессе писал ассемблерные вставки как-то так вот и приходит мне дичь такая в голову а вот не знаю поправляй меня мне просто всегда казалось что вот такие ну не знаю корректно ли называется ты вроде сам себя так называешь гики вот они в основном находятся немножко в другой части вот этого всего программистской тусовки они там программируют на других языках как ты оказался вот такой вот сам во фронтенде ой но это на самом деле забавно потому что я хотел очень взять java title я джава долгое время учил но потом однажды ко мне просто друг пришел и говорит слушай мне веб-студия мне нужны фронтендеры там java java script одно и то же давай ну то есть возьмешь нам там пишем эти денег заплатим вот а мне было сколько 17 по-моему меня никто на работу не брал потому что школьников никто не хотел брать вот и как-то вот так решился зарабатывать на школьные обеды а это какой был класс школы 11 по моему или 10 10 11 так а потом а был ли университет какой-то да я вот сейчас учусь вот у меня через месяц будет защита бакалаврского бакалаврского диплома собственно гегель это мой бакалаврский диплом да окей а в итоге получается ты одновременно учишься ну наверное на очном да как просто работают одновременно ты работаешь ну в каком-то вот что-то вроде аутсорса насколько я понимаю потом-то обсудим и при этом преподаешь еще в дживаскрипт ниндзя как на это все в принципе хватает времени как ты это все совмещаешь не знаю на самом деле когда такие вопросы задают я просто ну то есть просто идет ну то есть как это у меня есть определенный распорядок дня его соблюдаю вот последнее время на последний год я начал использовать там всякие тудушки чтобы реально все успевать потому что часто везде опаздывал и как-то когда ты вот планируешь свое время у тебя есть определенные цели на день ну как-то все успевается не знаю сериальчиков мало смотрю очень вообще наверное не смотрю вот ну то есть основном трачу или на self-education или вот на какие-то рабочие моменты время а какого рода в принципе self-education тебе больше всего заходит как как ты информацию познаешь увы ну на самом деле очень много раньше я очень любил всякие именно видосы вроде туториалов но потом как-то ушел от наверно на первом курсе от университета ушел от этого основном это книги ну по фундаментальным вещам я веду там не книги по джейквери как писать в основном там всякие околонаучные или учебники конечно же это статьи я вот хабар просто я подписался в телеграме у меня там если за день 100 статей выкинула я просмотрю какие мне интересно выберу закину и вот у меня там допустим в тудушке висит что я сегодня должен прочитать минимум 10 статей да и беру их и читаю вот плюс иногда приходится по работе вот недавно у меня началась такая вот эта работа интересная с криптографией и ну поскольку у меня немножко образование другое я компьютерный инженер вот и у меня в криптографии ну очень маленький бэкграунд мне действительно приходилось читать какие-то книги вот пару книжек я там сейчас прям читаю статьи про то как допустим эллиптические кривые как базируются всякие алгоритмы на эллиптических ну собственно как-то так образуюсь вот иногда смотрю лекции меня что поражает в украине такого нет я почему-то прям огорчен этим фактом что у вас университеты и именно преподаватели снимают целые курсы и выкладывают в интернете ты можешь зайти от какого-то мифе посмотреть курс по тому как хаскель компайлер устроен и прям очень интересно или о том как теорию по теорию категории вот эту абстракцию интересную в мире математики ты получается учишься как у вас называется харьковский технологический политехнический там очень странное название типа национальный технический университет харьковский политехнический институт во время на университет институт когда-то он был институт он получил вот апгрейд и стал университетом имя осталось то же самое у нас и с капой ну то есть киевский политехнический окей давай как раз тогда перейдем я просто честно пытался как-то поискать на найти но при этом ничего не нашел вот про непосредственно ее нынешнее место работы я насколько читал твой фейсбук ты еще до развала вуки лапс работал с ильей вуки лапс да вот а сейчас соответственно работаешь где-то в новом месте да что такое эта компания хелли нас мало там по моему 7 человек и то есть мы базируемся на разработке open source вот у нас есть большие проекты вроде чеки дара бранча которые там невероятное количество скачиваний в неделю и ну собственно разрабатываем open source известные проекты вроде visual studio код допустим юзит наш чеки дар использует его и собственно мы работаем в этом направлении а деньги мы гейнем с того что у нас есть парочка аутсорсовых проектов плюс есть некие контрактеры с нука для которых мы идем какой-то продукт тоже денежку получаем и ну вот как-то так это работает у нас есть денежка из аутсорса и мы ее также вкладываем в то чтобы разрабатывать open source а что является причиной что следствие то что было вначале в начале насколько мне известно был open source все таки вот разрабатывалась два проекта бранч это вот сборщик вроде галпа и гаранта просто он появился много раньше чем галта гарант и продвигался менее поэтому не так известен и чаплин это насколько мне известно этот оберка вокруг бэкбона чтобы легче было разрабатывать с бэкбона ну то есть он тоже какой-то компонентный подход как-то так и вот началось с того что наш сел пол миллер уволился просто своей аутсорсовой компании начал делать open source прославился этим open source и как-то вот организовал компанию и нашел своих так сказать единомышленников а как ты туда попал ну то есть я написал пашу в фейсбуке говорю есть работа он такой слушая то есть а кто-то типа я бы с ильей работал он говорит а сколько тебе лет как как получилось что ты там на сеньорскую позицию претендуешь ну вот рассказал ему историю и он такой ну ладно давай попробуем вот месяц поработал ему понравилось как-то уже почти не знаю как очень быстро полгода пролетела и все ни у кого нет сомнений в том что ты действительно при мог претендовать на сеньорскую позицию больше ну то вроде как нет я не знаю мне пока не говорили я как раз у или уже брал интервью поэтому версию или и про то почему и как распадался букилапс я уже возможно того слышу в каком-то другом итерационном выпуске подкаста расскажи вот со стороны насколько тебе было вообще грустно это наблюдать и как так получилось ой ну грустно действительно было грустно потому что но это наверно компания единственная где вот проработал больше полгода этом проработал год и два месяца по моему и не действительно нравилось и команда была довольно неплохая но просто получилось так это на самом деле уже по моему не насколько я знаю не первое вообще распад вот потому что они распадались потом опять собирались ну и собственно как я понял проблема у нас была именно с заказчиками что был у нас один один всего проект на который прям мы все яйца переложили и это оказался реально проблемный заказчик из-за чего ну просто закончились деньги ну то есть илья не хотел я помню мы прям собирались разработчиками хотели чтобы там поработать несколько месяцев бесплатно чтобы все таки компания не распадалась но я не захотел брать такой риск потому что реально было неопределенный статус вообще ну то есть сможет ли он нам выплатить деньги или нет вот и собственно делали такое решение а при этом вот этот заказчик который на который вы поставили как в итоге с ним отношения разрывали ой я если честно не знаю но то есть я больше как по разработке по менеджменту очень я даже не про менеджмент да это я понимаю как раз я про то что доделывали ли вы какие-то проекты перед окончательным закрытием студии мне просто всегда было интересно технологически как закрываются студии аутсорса вам же нужно доделать свои обязательства предзаказчиком ну да тот проект допустим на котором я был я там пообещала приду то есть поскольку проект никак не относился к этому заказчику у меня была обязанность что я должен сделать там ну то есть у нас было заложено время были уже деньги получены что мы должны сделать вот это я вот перед тем как ушел ты сделал сделал определенное количество фич которые мы обещали как ребята работали на других поэтафе к сожалению сказать не могу ну то есть и конкретно на этом проекте что они делали по поводу дживаскрипт ниндзя хотелось бы спросить во-первых вот действительно замечательная история бы только туда попал и в целом зачем ты туда на твой взгляд пришел что ты от этого ждал и что-то в итоге получил тут на самом деле два во первых я сначала шел только к вуки лапс то есть я преподавать вообще не хотел ну то есть мне как-то ну первое у меня не очень складывается вообще с разговорами это конец обобщительный мальчик ну то есть я в основном шел именно работать с ли потому что мне хотелось вот взять ну то есть если я с определенным экспириенсами мне хотелось также этот экспириенс поработать с этим человеком потому что у нас даже видение там определенных вещей совпадает до сих пор то есть видение на тот же что должен знать junior и зачем вот эти лычки и тому подобное вот и поэтому наверно когда я вот услышал его там определенную позицию с на разных конференциях мне просто понравилась она я захотел работать с этим человеком и получать от него определенный опыт вот потом получилось так что запустился курс по реакту и мне предложили записать пару дополнительных видео ну то есть которые не основные а просто дополнительные мол там про то как лайфсайкл устроен и бла-бла-бла мне опять-таки не очень было интересно но потом я зашел с другой стороны потому что преподавание на самом деле это тоже обучение потому что ну когда ты в первых преподает для новичков они иногда делают такие вещи которые тебе в жизни в голову не придут и ты смотришь и такой ха так тоже можно а если вот так да это странно это нелепо это неправильно но ты так вот свои знания в шире увеличиваешь и второй момент что при таки когда ты подходишь к какому-то курсу ты более ответственно подходишь к получению этого знания и думаешь как это знание предоставить другому не помню кто сказал что если ты действительно можешь что-то объяснить значит это действительно знаешь вот наверное вот таким правилом я начал руководствоваться ну вот как-то получилось так что момента какие-то видосики снимаю вроде нравится людям вот меня очень зацепила фраза про то что ты прям понял что с ильей мыслишь примерно одинаково под можно буквально парочку примеров которые можно вслух говорить что приходит на ум ну первое это вот наверное про в принципе состояние идти у нас в украине потому что из-за того что это место такое где крутится деньги туда можно легко попасть получается так что у нас уйма неквалифицированных кадров и вот допустим когда мы делали базовый курс мы ну или я насколько я знаю собирал какую-то статистику от компании что они хотят видеть от джуниора и то есть мы на вот это все посмотрели и мы ну то есть у нас одно видение было что это не то то есть мы джунир точно должен знать больше и более того тот же подход к курсам когда это даже и конференции в принципе к ведению канала что мы даем не просто там какие-то знания что вот есть фреймворк вот есть такие методы то мы даем фундаментальное понимание того как это устроено из чего это произошло какие были предпосылки для того чтобы это интегрировали и вот этот наверно подход к обучению подход даже к изучению я не всегда руководствовался мне было действительно приятно что я нашел человека который думает также подход к тому что должен знать джуниор вот я примерно понимаю решение но мне бы хотелось обсудить скорее первопричину то есть правильно я понимаю что в принципе сейчас украина это очень такое удобное место где круто для иностранных заказчиков заказывать open source ой я на самом деле не знаю много ли я могу говорить из этого потому что ну то есть скажем так нельзя говорить свое мнение есть ряд не очень честных заказчиков когда они действительно обманывают то есть энное количество компаний которые просто проворачивают и на раз такие схемы с которых ты диву даешься что в принципе так людей обманывать можно вот и поэтому я не знаю есть действительно хорошие компании но вот как правило большинство из них не с ну то есть это бизнес и прежде всего этот бизнес нацелен на получение денег и они ищут и легкие способы когда ты можешь взять допустим вообще абсолютно не квалифицированного человека и продать его допустим за очень много и выставить вот как допустим того же сеньера вот поэтому я не знаю но тем не менее есть действительно маленькие компании рекламы и наверно тоже давать не буду но тем не менее я помню вот работал в одной из такой где действительно подход к тому как ты заказчику относится я не знаю ты как к маме относишься ну то есть ему это это если ему что-то не нравится сам предлагаешь и поэтому ну это dependent ли от компании зависит вот этот же подлог когда вместо сеньоры тебе дают жена он же на этапе выхлопа ну заказчик уже будет понятен или не всегда зависит очень от продажников на самом деле от менеджеров то есть здесь именно талант не того как ты разрабатываешь а того как люди продают опять-таки это мое видение как разработчика и как то что я вижу творится там возможно там еще что-то хуже происходит в кейс ильей одно нашли обсудили еще что то есть ну в основном это наверно от пересечения очень многие по каналу то есть мне сам проект javascript ninja очень нравился из-за того что там идут фундаментальные сложные вещи и когда ты уже перешел определенный порог знаний тебе действительно нечего смотреть потому что если ты смотришь какие-то конференции это собственно то же самое только другими словами если ты читаешь какие-то статьи то же самое только другими словами и вот javascript ninja это был такой островок где действительно ты мог получить какое-то уникальное знание которое еще нигде не было заклишировано и проговорено и вот это еще особенность меня очень тянуло наверно к тому чтобы работать с ильей какое примерно сейчас вот уже если сделать некий срез разделение ответственности в javascript ninja между тобой и и если вот круга или какой-то островок за которые он полностью в котором он тебе доверяют и что то что делает сам вот на самом деле я очень много делает сам и в этом иной раз эта проблема потому что на бас-фактор очень действительно большой но тем не менее не знаю он доверяет нам не только мне в целом команде подготавливать некоторые материалы подготавливать определенную литературу для новичков допустим базовом курсе мы занимались тем что перед самым мим курсом и накидывали на каждую тему пару каких-то не знаю конкретных там частей в документации которые полезно почитать конкретных статей которые там русскоязычные или англоязычные ну вот он нам доверял в целом целые курсы вести первый мой курс был basic react когда мы с екатериной лизагубовой вели его то есть там только мы вели там по моему только первую лекцию насколько мне известно и последнюю ли я вел но тем не менее он всегда за всем следит то есть что ты постоянно к нему приходишь говорить что вот я придумал вот это он такой да это круто но давай сделаем это вот это вот так так вот так вот так а еще может вот так поменять потому что люди могут не понять ну то есть естественно все под контролем потому что но это его детище действительно он хочет чтобы все проходило хорошо ну то есть в его картине как это выглядит хорошо и мое дело как солдата довериться офицеру и делать вы как солдаты которые двигаются везру каким образом вы зарабатываете на этом проекте? Вот, это тоже интересно, ну, то есть, вот, когда мы ввели курс, у нас был стабильный прайс, что мы вот получаем определенный процент от того, сколько людей пришло, да, то есть, определенный процент получает Илья, определенный процент, там, в зависимости от того, какой ты преподаватель, то есть, ты основной преподаватель или ты доп. преподаватель, вот, а в целом, в основном это распределяется по вкладу, по то, кто что делает, вот, допустим, я думаю, на базовом курсе у нас тоже будет какая-то процентная ставка, но относительно того, кто какой вклад внёс. Ну, то есть, это уже решает вот Илья. Правильно ли я понимаю, то, как вообще зарабатывает JavaScript Ninja – это подписки на, грубо говоря, Патреоне, это раз, и, наверное, ещё какие-то вот курсы, они именно конкретно платные или нет? Да, в основном мы делаем платные, и это прям философия. Ну, то есть, мы не делаем бесплатные курсы из-за того, что когда человек платит даже какую-то минимальную цену, вот насколько я знаю, у нас вообще минимальная цена на курсе, вот базовом, 100 долларов, вот, а для студентов там ещё скидки идут. Из-за этого получается, что человек всё-таки, он вкладывает что-то, и у него уже есть интерес, что он что-то купил, значит, он будет это делать. Когда человек получает бесплатно знания, он относится немножко по-другому к этому, поэтому это такая вот именно философская парадигма, которая проходит через курсы. То есть, в основном, да, хотя, насколько я знаю, грядёт бесплатный курс по Vue, с Vue.js core member. Ого! Круто! Я ещё в Фейсбуке видел где-то, по-моему, в ноябре прошлого года, что у JavaScript Ninja появился дом, ну и там некий зал. Да, вот он появился, когда у нас всё было хорошо в компании, то есть у нас, получается, на одном этаже была компания Vukilabs, а на втором этаже мы тоже снимали такую огромную зону, где, вот, собственно, что мы ввели Advanced React, Илья ввёл, и я провёл вебинар по Vim, а потом вот, когда у нас всё стало плохо, ну просто уже было не позволить, ну, мы не могли себе позволить отдельную локацию, поэтому мы сейчас, как у нас дома нет, мы каждый себя дома там пилит или приходим к Илье часто ещё, что-то обсуждаем. То есть очных курсов, они могли быть тогда, но их не может быть сейчас? Сейчас, я думаю, нет. И при этом, наверное, это не вот так вот взять и выйти на тот уровень дохода онлайн-школы, чтобы снова снимать очные зоны. Да. Ну и плюс Илья очень много собственных средств вкладывает в проект на самом-то деле, то есть я не знаю, выходит ли он в плюс проекта JavaScript Ninja, это такое больше как проект Доброй Воли, то есть он очень много вкладывает своих именно ресурсов, чтобы те же интервью какие-то с докладчиками или с людьми известными, они звучали хорошо, то есть он покупает микрофоны, и всё это в основном идёт из бюджета его личного. Ещё хотел спросить про в целом выступление. Во-первых, насколько я понял, вот то, что ты сегодня выступал, ты не первый в это выступление, ты ещё в Харькове же, да, выступал? Да. Вот тебе, как ты уже упоминал человеку, который не очень мальчик любит общаться, насколько комфортно и клёво выходить вот в это, во всё выступление, в какие-то вот эти штуки? Не, ну естественно волнуешься, но я как это вывел для себя определённый такой лайфхак, что ты просто представляешь, что ты другу рассказываешь что-то, и я не знаю, действительно, наверное, вот в это выступление мне очень понравилось, что мне действительно нравится то, что я делал, мне нравится эта информация, потому что, ну, эта информация, я её взял вот так, кучу книг, кучу статей каких-то, отсеял и вывел самое главное, что вот нужно, чтобы понимать, как Гекель тот же устроен, и как, в принципе, какие вещи нужно знать, чтобы построить вот приблизительно такую же систему для статического анализа типов. И когда ты вот начинаешь рассказывать, и рассказывать не заученным текстом, а рассказывать то, что тебе реально нравится, и оно идёт всё из души, ты как-то забываешь о том, что ты выступаешь на публику, а в основном просто рассказываешь. Вот поэтому это выступление, не знаю, лучше, не лучше, чем Хайка. Хотя я пару раз завис, мне это не нравится. Но тебе в целом тенденция нравится выступление? Ты планируешь это продолжать? Да, конечно. Ну, только, я же говорю, я вот позаимствовал много плохих вещей или из выступлений, например, я рассказываю одну тему только один раз, то есть я её вообще не повторяю. И вторая, это уже моя мулька, я хочу рассказать только хардкор. Вот. Ну, ты хардкорный чувак, ты хардкорные вещи расскажи. А при этом ты сам подавался на эту конференцию? Да, ну, то есть, ну, как сам, мы познакомились вот с Дмитрием Махнёвым на Харьков.js, пообщались с ним, потом он сказал, что было бы круто, чтобы я раскрыл вот эту тему функциональшины на холле, я подал там же CFP, потом, когда я приехал на московский холле, мы встретились, и я ему сказал, что… Нет, кстати, CFP я подал на московском холле, да. Вот когда мы встретились, он говорит, ну, что там, ты будешь что-то про функциональшину сказать? Я говорю, я расскажу лучше, я строю свой статик-тайп-чекер. И он меня обнял, мы пошли, короче, заполнили CFP, и вот как-то я вот здесь. Это, ну, физически обнял? Да, да, да. Много ли людей ещё тебя обнимало, когда узнавало, что ты пишешь свой статик-тайп-чекер? Бабушка. Бабушка понимает то, чем ты занимаешься? Или она просто обнимает тебя каждый раз, когда ты говоришь то, что ты сам хорошая? Да, да, да. Давай к моим сонаркным вопросам. Во-первых, думал ли ты, кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком? Да, я на самом деле одно время очень хотел быть именно в научном сообществе и заниматься исследовательской работой. Но вот проблема в том, что у нас на постснгшном пространстве она вообще в принципе не развита. У нас если что-то научное выпускается, то это что-то, которое уже было, просто переписано иными словами. Или поменяй одну фичу там в какой-то схеме, назови её своей и сделай патент. Вот. Ну и второе, к сожалению, реальности такова, что у нас с капитализмом всё-таки это дело мало пиастрами пахнет. В принципе, если бы это дело пахло пиастрами, ты как, есть ли моменты, когда ты просыпаешься в холодном поту, думая, что, господи, я мог бы быть великим учёным? Нет, мне действительно нравится то, чем я занимаюсь. И вот особенно, когда меня спрашивают, ой, сколько ты часов работаешь в день? Мне реально сложно ответить, потому что я не граничиваю, что вот это работа, это не работа. То есть я говорю, что да, там под таймер я делаю столько-то, но в целом, я не знаю, я действительно там процентов 99 времени, которое у меня есть, посвящаю тому, чтобы образовываться в этой стезе. Потому что мне действительно нравится вот именно инженерная часть программирования. А у тебя есть примерно понимание, куда ты пойдёшь дальше? То есть ты сейчас ещё совсем, ну, как бы, нельзя сказать, так, мальчик, но ты ещё молод, у тебя ещё очень много всего впереди, при этом ты уже много чего достиг, ну, сравнительно, относительно многих. У тебя примерно есть понимание, что делать? Я хочу для разработчиков делать лузы, мне это очень нравится. Мне бы действительно хотелось вот тот же Гегель определённым образом продвинуть, потому что, ну, мне действительно нравится, как он работает. И поначалу это был просто бакалаврский проект, мол, ну, я сдам и всё, ну, просто интересно. А сейчас, ну, то есть я прям стою и думаю, так, сделать бы пару коммитов сегодня. Вот. Поэтому есть какие-то тёплые ощущения. То есть в целом мне хочется делать тузы для разработчиков, наверное, и всё. Ну, то есть и ходить по конференциям, рассказывать, как это круто делать. Зачем вот конкретно мне может захотеться, должно захотеться переехать в Харьков? Потому что это мерч разных вот частей инфраструктуры. То есть, с одной стороны, Харьков довольно большой город, это город-миллионник в Украине, один из трёх. С другой стороны, там действительно он культурно насыщен, то есть архитектура очень схожа, кстати, на питерскую. В-третьих, ну, то есть в целом инфраструктура для того, для образования, для работы, она очень хорошо построена. Да и, наверное, вот это основные вещи, которые там есть. Очень красивый центр в Харькове. То есть действительно я стараюсь, если у меня есть время, ночью каждый раз выйти там в какой-то парк, потому что фонари у нас безумно красивые. И ты просто проходишься по ночному в Харькове, и ты прям... У тебя определённое вдохновение, определённые мысли появляются. Я просто сам не из Харькова. А откуда ты? Изначально. Ну, то есть это посёлок под Харьковом. Это близко к Харькову 40 минут езды на автобусе. Вот. Но вот, собственно, там, 5 тысяч человек жителей. А при этом до какого возраста ты был в этом посёлке? Вот до 19-ти, получается. Это я вот как у Ильи работал. Нет, до 20-ти даже. Мне Илья бы сказал, что, блин, ну, типа, что ты тратишь столько времени переезжаешь. А, ты каждый день ездил из посёлка в Харьков? Да, 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 и назад. Сколько тратил времени на это? Ну, вот в целом на поездку туда-обратно у меня выходило где-то часа два. Ну, не так много. Это столько времени тратит любой москвич на поездку из окраины в центр. Да, да, вот. Окей, а Илья тебе посоветовал переехать в сам Харьков. А, не знаю, какой автомобиль предложил тебе купить Илья? Не, никакой. Ну, просто, как это, он для меня действительно, ну, то есть, важный человек в плане того, что я действительно прислушаюсь к мнению его, и когда он мне делает какие-то замечания, я часто тоже прислушиваюсь. Вот. Но, тем не менее, я действительно взвесил все за и против, и подумал, что да, это действительно валидный вариант, потому что я очень много времени трачу, и причём я выбрал такое место, где мне пешком там 15 минут до университета идти, 2 минуты до зала, и вот ещё 15 минут до работы. Сколько времени в день ты уделяешь спортзалу? Час, да. Ну, то есть, я утром прихожу, занимаюсь, час прихожу домой, дальше занимаюсь. Это каждый день? Нет, три раза в неделю. Да, просто не будет видно на камере, тут Артём, Артём единственный, мне кажется, на конференции, кто пришёл так, чтобы его бицуху было видно просто максимально. Вот, я не знаю, я потом... Нужно будет сделать с ним селфи, я потом выложу это, прикреплю к выпуску, это... Да, это хорошо. Важный вопрос. Назови несколько вещей, ну, там, 3-5, как раз вот отсылая нас к той теме. Как, на твой взгляд, какие темы нужно знать джуниору, которые сейчас классический джуниор не знает? Ну, конечно же, это алгоритмизация. В принципе, хотя бы понимать, что такое алгоритмическая сложность, как строятся алгоритмы, почему один алгоритм может быть хуже другого. Второй момент – это, наверное, всё-таки про взаимоотношения, то есть, именно менеджмент внутри команды, то есть, понимать, как это устроено. Потому что я даже помню себя, когда я шёл, я не понимал. Ну, то есть, мне казалось, что я прихожу, делаю какие-то вещи, мне деньги за это платят. Вот, а оказалось немножко не так. Третий момент – это понимание, как работает компьютер. Я считаю, что это очень важное понимание, хотя бы в базовых вещах понимать, что такое память и где-то, ну, то есть, различия хипа и стека. То есть, уже вот эти базовые понимания, они в моей картине мира добавляют плюсик джуниору. Что ещё? На самом деле, есть действительно, вот Илья постоянно говорит об этом скиле, и это самый важный скилл – это любознательность. То есть, чтобы человек умел задавать правильные вопросы и умел задавать, как это, задавал их ровно один раз. Ну, то есть, ещё кроме умения задавать правильные вопросы, у него должна быть вот это, чтобы он впитывал как губка всё, что ему рассказывают. Да, да. То есть, наверное, тут даже это вот эти темы там, алгоритмизация, они вторичны по отношению к тому, как человек относится к self-education в принципе. Я иногда задаю вопрос про никнейм. У тебя в разных вариациях, в разных местах так или иначе фигурирует слово «monk». Да. Я правильно пытаюсь отослать это к переводу этого слова на английский язык? Да, думаю, да, но это монах. Да. Да, ну, то есть, тут две вещи. Первое, я в Diablo очень любил за монаха играть. Да. Вот. А второе, не знаю, я как-то много времени, последнее время начал уделять философии, мне в принципе нравится. И просто иной раз ты начинаешь уходить в какие-то темы познания, и люди тебя не понимают, и ты просто сидишь, отгораживаешься от общества, и сидишь и размышляешь. Там, я не знаю, чем бытие отсущего отличается. А какие у тебя три любимых философа? Ой, это, конечно же, Аристотель, это, конечно же, Платон и Марк Аврелий. Хотя... А, то есть, ты в ту эпоху любишь? Да. Я вот думаю, Марк Аврелий или Эпиктет. Наверное, всё-таки Марк Аврелий. Моя любимая рубрика «Готовим вместе с фронтенд разработчиками». Как джесс-монах, ты, наверное, должен ведь готовить? Нет, я не... Ну, то есть, я одно время готовил, ну, потому что у меня были определённые ограничения в питании, но потом, когда я их пофиксил, я вот последнее время просто заказываю еду себе на месяц. То есть, мне привозят диетолог, сидит, балансирует мне то, что мне нужно есть, мне привозят, я ем день и всё, жду следующего дня. А вот в те... В тот период, когда ты ещё готовил, какое самое забавное блюдо, которое, возможно, ты приготовил или которое должно было быть по плану обычного, получилось каким-то не таким? Была ли какая-то забавная история? Не знаю, мы просто... Ну, поскольку я молод, я часто бывал, по крайней мере, на вписках, и мы там очень много трэша делали. И вот у нас был бутерброд-холестерин. Когда у тебя жареные гренки в масле, кусок сала жареного, жареное яйцо, и это всё заправлено майонезом. Это звучит жутко. Напоследок, мой гость даёт какой-то совет моей аудитории. Вот какой ты, помимо всех тех полезных советов, которые ты уже косвенно дал, что ты можешь ещё посоветовать? Это может быть что-то более техническое или что-то более абстрактное на твой выбор? Ну, наверное, абстрактное — это зацикливаться не только на разработке. То есть, познавать не только разработку и находить какие-то ещё вещи, которые вас увлекают. Потому что для меня, допустим, иногда проблематично поговорить с человеком о чём-то ещё, кроме разработки. Потому что есть прям гики-гики, которые сидят и постоянно… То есть, ты сидишь за обедом, там начинаешь рассказывать. Ну, даже просто рассказывать не о каких-то абстрактных вещах или о книгах, которые пришло какое-то бытое описание. Человек, слушай, а я вчера вот это сделал, а там, оказывается, есть хвостовая оптимизация. А если это вот так сделать, и ты начинаешь… Ты понимаешь, что с человеком, в принципе, ни о чём говорить, кроме разработки, нельзя, потому что… Ну, остальные темы ему просто неинтересны. Вот, наверное, совет — развивайтесь во многих направлениях. Это даёт определённый плюс в общении, в нахождении в социуме, в принципе. Мне, по крайней мере, это помогло вот доклады делать и поправить определённым образом свою речь. А что с ней было? Она была очень схудна, вот. Бывает, потому что я как сельской парень. Круто. Хорошо. Тогда спасибо тебе огромное, Артём, за то, что, в принципе, уделил время. Также обязательно мне необходимо добавить, чтобы вы не забывали подписываться на все там каналы, которые у нас есть там на Саундклауде, iTunes, YouTube, всё, где есть FrontEnd Weekend. Везде подписывайтесь, не отписывайтесь, мы ещё живы, всё хорошо. Мы стараемся записывать контент, он претерпевает какие-то изменения, но всё равно, когда я встречаю интересных людей, конечно же, я буду с ними в прежнем формате что-то пытаться записать. Тебе спасибо, что ты ведёшь этот подкаст. Вот. Также обязательно вступайте во все наши группы в соцсетях, поддерживайте меня на Патреоне, если вам нравится то, что я делаю. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтэнда и не только. Услышимся когда-нибудь, может быть, на следующей неделе, а может, нет. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok